Привет, с вами Торо, вы на канале Ниссан Райз и мы агрессивно этого ждали-ждали и наконец дождались. Обновление 2.0 в Геншин Импакт и новая область Инадзума и сколько же там прекрасных, по-настоящему прекрасных персонажей и сегодня мы попытаемся получить первого из них, сегодня мы попытаемся заполучить Аяку и если повезет, то возможно и какое-нибудь оружие на нее, если повезет конечно же с гарантом 50 на 50, то говорят здесь делюки и частенько приходят. Привет к тем, кто к нам только-только присоединился, я бы конечно от делюка не отказался, но не сейчас, не в таком баннере, пусть делюк лучше мне падает из обычного баннера, там до гаранта тоже где-то 15 круток, так что лучше делюк пусть придет оттуда. Отсюда я не очень хочу его получать. Первым делом, когда мы только зайдем в игру, мы сразу же, сразу же, сразу же будем призывать себе новую вайфу. Итак, для начала давайте проверим, все ли у нас нормально в игре с тенями, потому что я наслышан о том, что... Да не, ну тени на месте. Тени на месте, тени не квадратные, это уже хорошо. А давайте будем призывать Аяку вот прямо возле бездны, почему бы и нет, почему бы и нет. Привет-привет тем, кто к нам только-только-только присоединился. Ну что ж, начнем, пожалуй. Так, ребят, 132 круточки, и еще я бы хотел немножко сюда вложиться затем. Ладно, ребят, поехали. Из четырехзвездочных персонажей мне, по сути, никто уже не нужен, но потому что есть все, что мне нужно. Оно все уже фактически С6. Тома, ну до Тома мы еще не дожили пока. Ох, спасибо, да. Ну, сказал, что персонажи мне не нужны. На тебе, пожалуйста, оружие. Ну так красиво летит, так красиво летит. И да, сейчас будет выпадать мне оружие, да? Я же сказал, что персонажи мне не нужны. Ну давай, Баннер, давай. Так, Нингуан у нас С6 или нет? Вот в чем главный вопрос. По-моему, Нингуан не С6. А может быть и С6. Ага, С6. Ладно. Нингуан мне точно не нужна. Так, давайте две крутки сделаем по одной. Потому что они немножко как-то мешают, что ли. Аф, ну а теперь поехали. Ну игра, не души. Дай, пожалуйста, раньше Гаранта. Мне уже давным-давно не выпадали персонажи раньше Гаранта. Вот она у меня точно не С6. Да вот точно-точно. В этом я уверен на 100%. Ей констумы прокачаем. Да, хорошо. Хоть что-то сможем прокачать. Не хочет. Не хочет она приходить раньше времени. Вообще не хочет. Да ладно, ну вы серьезно? Вы серьезно? Ну ладно, хорошо. Прокачиваем ее, прокачиваем. Пусть будет. Почему бы не иметь двух кли в своем распоряжении? Ну, 90 круток остается. Да вообще не хочет. Ммм, спасибо. Того чего мне не хватало. Ну, хотя бы два персонажа, которые у меня не прокачаны на С6 уже выпало. Уже не так и плохо. Да, Яка, иди сюда. Мы как бы скучаем и все такое. Да не надо делюк, не надо. Давайте мне делюка из обычного баннера, не из этого. Я, конечно, все понимаю, но это будет максимально душно. По ростам максимально будет душно, если мне отсюда вывалится дирюк. Ну, Чиньюнь у меня С6 же был. По-моему, да. Как и Синчу. Привет тем, кто к нам только-только подошел. Нет, нет, С6. Хорошо, еще и его немножко прокачаем. Да я-то что, жоп, не идет Аяка. Или... Мои вибри... Мои вибрисы сейчас просто максимально сжались. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Да пиздец страшно, это не то слово. Да идите нахер с дирюком. Так, типа... Да подождите, да хватит меня так триггерит-то. Да, блин, страшно. Да пиздец страшно. Все, готово. Ну, привет, моя прелесть. Ну, поехали крутить оружие. Фуф, на нее. Все, четко. Прям душевно. 60 круток мы не дотягиваем до... Не дотягиваем. Вообще, не дотягиваем мы. До гаранта. Вот чуть-чуть не дотягиваем. Хотя, если что, мы что-нибудь вот обменяем. Там, туда-сюда. Ладно, ребят, поехали. А то, мало ли. Вдруг повезет. Вдруг мы еще и полезным оружием для нее обзаведемся. Все, останется получить только Юмию и все. Теперь у меня, у Кицин есть. Что? Что? Чего? Из этого баннера тоже? Вы серьезно? Да куда мне столько? Сейчас мы ее от Саши и чувствуем сделаем. Ладно. Едем дальше. Давайте еще одну Ян Фэй. Раз уж на то пошло. Давайте ее уже до С6 добивать. А нет. Да, систему поменяли, но не для обычных игроков. Для обычных игроков эта система ничем не поможет абсолютно. Она нужна только людям, которые очень много донатят. Людям, которые понемножку поддоначивают, она тоже ничем особо не поможет. Ну, такое на самом деле. 40 круточек. Давайте что-нибудь полезное выбьем, чтобы я успокоился. Наделен проклятием Ян Фэй. Возможно. Возможно. Но чем плохо? Добьем еще одного персонажа до С6. Мое почтение. Байдоу у меня... По-моему, тоже не С6. А может и С6? Нет, Байдоу тоже не С6. Хорошо. Вы на Дзуму когда можно попасть? Да, по-моему, с 30-го ранга. Блин, 30 круто. Один Фавоний. Один Фавоний ко мне идет. А где же что-нибудь по-настоящему полезное? 20-20 круток. Я чувствую боль. И что? И куда? Ну и останутся последние 10 круток. Плюс мы еще там, наверное, штучек 6 вытащим. Или даже 7. А нет, придется докупать и докручивать. Ну хочется, хочется уже. Ну, гарант-то по-любому придется отсюда уже добивать-то. У меня теперь выбора нет. Мне придется какое-то оружие получить. Да серьезно? Куда столько? Куда? Да вы издеваетесь надо мной. Я, конечно, все понимаю. Так, идем в магазин. Идем в магазин и докупаем 8 еще круток. А может быть повезет. А может быть нам этого хватит. Хотя, сомнительно, конечно. Ну, поехали. Спасибо. О, господи, давай. Заебись. Все. Аяка. Меч на Аяку. Все. Я спок... Фокс, это тебе. Вызов. Просто. Сук, ты меня триггернул. Ты выбил себе Аяку плюс меч на нее. Вызов при? Нет. Просто. Ой, фу. Ну да, все крутки слиты, поэтому... Не знаю, возможно, потом у меня будут проблемы с Юмией. Но я максимально постараюсь ее добыть. Фу. Спасибо, спасибо, ребят, за поздравления. Мы справились. Мы справились. Фу. Готово. Где там наша девочка? А, для начала давайте посмотрим, что у нас по констам персонажей имеется. Соберите полную коллекцию лисы в море одуванчиков. Чего? Сила дружбы и жертв. Я так понял, Руся бегала, книги собирала? Раз уж ачивки. Кстати, почти 300 ачивок. Вот совсем немножко нам осталось. А, подождите. Я ж... А, господи, подождите. Я ж еще 600 прямогемчиков-то свои не забрал. Вот, вот, у нас еще как бы остались гемчики. Это все, это мы уже начинаем копить на Юмию. Все, здесь уже точно. Так, 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 так. Поехали качать конста. Так, что у нас по чугунчику? Ой, С6. Так, Фокси, я знаю, что оружие хорошее. Я ж до этого никогда оружейные баннеры не крутил, и только этот я решил покрутить. А, она у меня была вообще нулевой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, ну, С4. Хорошо, хорошо. Она мне прямо отовсюду нападала. И с оружейки, и с обы... Ой, Сэш, а вот да, все. Мпэйдолу тоже у нас С6. Ну что же, неплохо. Двух персонажей мы добили своих до С6. Четырехзвездочных. Ой, где наша прелесть? Правда, у меня для нее вообще ничего нет. Мне нечем ее угостить. Вот вообще нечем. Вот, вот, ну, ну, нечем ее у меня чем угостить. Ну, кроме, конечно же, кроме, конечно же, пожалуй, наверное... Эмм... Кроме, пожалуй, вот этого. Ммм... Все типы элементального урона получают 12% бонуса урона, а также силу эмбремы рассекателя тумана. На уровнях эмбремы 1, 2 или 3 персонаж получает 8, 16 или 28% урона к элементальному урону своей стихии, соответственно. Ну, то есть мы будем дамажить Крио намного-намного лучше. Теперь нужно прокачивать Аяку. Теперь нужно прокачивать меч, но делать это будет довольно приятно, наверное. Так, иди-ка в группу. Мы хотя бы немножко посмотрим твой мувсет. Что, как, куда и зачем. Где моя прелесть? Вот она. Камисата и Аяка. Все. Вправились. Блин. Она аж, короче, и плавает. Понял. Принял. Ну все, а что еще нужно, в принципе? Боже, какая же прелесть. Это просто кейкинг на максималках. В плане мувсета. Так, ешка. Подождите, стойте. Это Мона получается, если сидеть на месте? Да, это получается Мона. Давайте прятки. Потому что Моны у меня как бы нету. Давайте еще разок эвент с прятками. Теперь бы я там намного проще со всем этим делом справился. Не, ну красота. Просто красота. А с этим мечом должно быть еще лучше. Должно быть прям вообще хорошо с этим мечом. Ешка делает атаки безумными. Ну тогда, как собственно и спринт на ней. Но я, конечно, хотел получить оружие на нее. Я немножко даже верил в то, что я на нее оружие смогу получить. Но то, что я его действительно получу, это прям мое почтение. Первый. Мой первый легендарный меч. Фуф. А я когда? Топчик. Но опять же, качать ее нечем. Меч качать пока тоже нечем. Артов на нее пока тоже нету. Не подготовился я к ней совершенно. Но ничего. Ничего. Немножко времени. Немножко времени. И мы с этим делом справимся. Возвысим. Прокачаем. И все будет отлично. Ну а нам пора, я думаю, отправляться. Вы на Дзуму. Где наше задание? Ох. Неизменный бог и вечная утопия. Поднять паруса. Поехали. Блин. Мы справились. Фуф. Я спокоен. Продолжение следует... Кстати, вы заметили разницу в скорости загрузки, какая у меня была раньше и какая сейчас стала? Так вот это случилось после того, как я снес геншин с ССДшника, потому что, ну, места там уже нету, нету места, а на харде геншин грузится вот именно вот так вот. Он грузится максимально плохо, максимально долго. Я думаю, на этой неделе я, наверное, куплю себе ССДшник побольше, один конкретно под систему, где она у меня сейчас состоит, а второй уже именно под игры. Для записи стримов и прочего там подойдет уже обычный жесткий диск, так что сегодня мы пострадаем еще с долгими загрузками, ну и, возможно, завтра. А там уже все это дело исправим. Ну, кстати, да, по канону-то нам... Люблю я бегать в таких сюжетных заданиях по канону, прям, чтобы было все хорошо. Так, дед, прости, иди сюда. Ведюха настолько греется. Ну, в среднем температура компаса в 35 жары на улице, вот сейчас 58 градусов, так что вполне-вполне себе. Максимум до чего разогревалось, по-моему, 64 градуса. Ну, поехали, Инадзума ждет. К звездам и к безднам. Чем могу помочь, путешественник? О путешествии в Инадзуму рассказывай, пожалуйста. Ах, да, я слышала, что ты уже договорился с Капитаном Южного Креста, и они отвезут тебя в Инадзуму, так ведь? На самом деле, я так давно не была в тех краях. У меня нет никаких полезных сведений для тебя. Вот ты где. Ты, ты путешественник, которого Бэйдоу повезет в Инадзуму, да? Ага, вот и наши сведения. Работа по снабжению флота почти окончена. Как только команда будет в сборе, можно отправляться. Капитан Бэйдоу послала меня за тобой. Отправляемся сразу, как ты поднимешься на борт. А Бэйдоу держит свое слово. Конечно. Капитан, очень принципиально. Во многих отношениях. Вы и сами в этом скоро убедитесь. Так вы отправляетесь? Тогда можно вас поздравить. Куда бы не занесло вас путешествие. К звездам высотам или в глубины бездны. Каждый шаг – это новое достижение. До скорой встречи. Попутного ветра. Катюха. Так не хочется расставаться. Мы ведь каждый день почти… Мы ведь почти каждый день видимся. А я не удивлюсь, если там своя Катюха вы на дзуме. Так что, все хорошо. Привет тем, кто к нам только-только присоединился. Ну, тогда по прибытии сразу отыщите меня. Я буду ждать вас на острове. На руками. Да, я так и знал. Так вы на дзуме тоже есть, Катерина? Ну тогда нечего сопли тут распускать. Но это подтверждение теории о том… Лицо ГГ, как всегда, топ. Это подтверждение теории о том, что Катерина не совсем человек. И вы видите там замочную скважинку у нее на шее? Вот теперь она хорошо видна, и как бы Катерина не оказалась механизированной куколкой. Эх, думаю, вам пора прощаться с Ливе. А я доставил сообщение и пойду обратно. Корабль стоит на якоре рядом с каменным лесом, Гуюнь. Хорошо, спасибо, что такой путь проделал ради нас. Просто выполняю приказы. Увидимся на Алькоре. Ну что ж, поехали вы на дзуму. Мы этого так ждали агрессивно. Наконец дождались. Не, что-то километр бежать. Не-не-не, спасибо. Где там Алькор, вон он. Мимика ГГ расширяется? Ну не знаю. Кроме его фейспалмов. Блин. Но они шикарны. Они на самом деле шикарны. Они прямо очень шикарны. Не нуля, какая прелесть. Так, в какие-то дебри меня понесло. Сейчас я буду опять полгода плутать в попытках туда добраться. Да, я не только Аяку выбил, но и вот эту прекрасную штучку у нее за спиной успел как-то выбить. Так что в целом все хорошо. И я бы откуда-нибудь сверху туда запульнул. Рерий, с Сулом мы дружим лет так, наверное, сколько? Больше десяти? Со времен учебы еще. Карасика. Я тоже жду Карасика. Она будет у меня... Вот у меня Аяка в планах, чтобы она была в группе с Электрокициной. А Карасик, само собой, с Козочкой. Ну вот прям, чтобы вообще хорошо было. Я помню, как я пытался забраться на этот корабль, когда у меня стамины толком не было. Ох, были времена, были времена. Так, главное, на пику не сесть. Случайно. Что я ищу ворту? Не, ну само собой шортики. А как воевать с вот этим... В этом платьице без шортиков? О, вы наконец пришли. За все эти годы, несмотря на бури и ливни, флот Южного Креста всегда отправлялся вовремя. Если кто-нибудь другой бы опоздал, я бы ждать не стала. Ой, судя по ее голосу, Наста, она ждала с большим трудом. Прошу прощения, капитан. А, не напрягайся. Я пошутила. Вы как раз вовремя. Команда только что закончила последнее приготовление. Ну, раз все в сборе. Погнали, погнали. Мы отправляемся в страну, окруженную грозами и штормами. Страну вечности. Паять якорь. С каких пор Пайман капитаном стала? И пуп с нами плывет тоже. И пуп с нами плывет. Приплыли, получается. Ну, ладно, хорошо. Почти, почти приплыли. Вау. Во. Ещё одна вайфу. Тохма Томочка, оказывается, это. Не Тохма Тома, а всё. Вы, наконец, прибыли. Я вас уже долго жду, капитан. Арина, спасибо большое за спонсорку. Добро пожаловать в нашу зелёненькую армию. Ммм, ну, Тохма. Томочка. Или тортик в другом костюмчике. Ммм, и у нас тут пара зайцев. А, или скорее дорогих гостей. Это всё из-за вашего всемогущего сюгуна. Штормы вокруг Иннадзумы стали ещё сильнее. Вот, Арина, спасибо ещё раз. Наш флот справился с задачей, однако погода всё же заставила немного задержаться. А теперь давайте знакомиться. Это Тома, торговый партнёр, с которым я недавно познакомилась. Ммм, я вас уже давно жду. Тома, эти люди... Не стоит представлений. Слава обережает их самих. Даже штормы не могут заглушить звуки их... Звуки... Слухи об их великих делах. Ну, в локализации Тома будет Томой. Всё, приехали. Приятно познакомиться, Тома. Ммм, как приятно слышать. Ммм, так даже удобнее. Тору? Тома давно уже на... Тома давно уже на Рита крутится. Можно сказать, что он местный авторитет. По любым вопросам обращайтесь к Томе. Но если он попытается вас дурить, то в следующий раз лично с ним разберусь. Не волнуйтесь, я уверен, что мы отлично поладим. Хорошо, если всё в порядке, то мне пора. Не хочу, чтобы меня тут застукали. У нас на корабле ещё разыскиваемый преступник прячется. А, точно, Кадзуха. До встречи, путешественник. Помни, что какие бы штормы тебя ни ждали, нужно бороться до конца. Да, а мы будем по тебе скучать. Попутного ветра, капитан Байдоу. Бай-бай. И спасибо, что С6 у нас теперь ты. Так, а теперь нам надо вас зарегистрировать на пограничном пункте. Байман думала, что мы тут тайком. Мы просто сами пойдём в лапы правительства. Не надо недооценивать указ Сококо. От проверки скрыться никак не удастся. Так что придётся играть по правилам. Хотя мы их и нарушаем. А, ну... Тогда ладно. У Кадзухи так друг умер. Ну, да, кстати. А, ну и ачивочек, само собой, много не бывает. Ну-ка, трёхсотая, кстати, юбилейная ачивка. Угу. Достигните поселения чужеземцев. Юбилейная трёхсотая. Ну, пойдём, зарегистрируемся, что ли. Чтобы не спали... Давайте вот так вот, каноничненько, пробежим. Ну, чтобы вопросов не возникало ни у кого. Здрасте. Здравствуйте. Сообщите своё имя, род занятий и цели визита. А, ну кроме тебя, Тома. Вы здесь, похоже, недавно. Чего такое? Сообщите требуемые данные и задекларируйте все грузы. И это... Мы приехали торговать вином. И рудой, собственно. Да. В данный момент только члены Международной торговой ассоциации могут заниматься импортом и экспортом товаров. У вас ведь удостоверение с собой? В Лиуэ оставили. Ну, это мы, как бы... Ну, то самое. Прошу прощения. Я попрошу вас... Свалите нафиг, да, Санадзумы? А вот их документы. Ознакомьтесь, пожалуйста. А. А? А пораньше достать не мог? Я просто хотел посмотреть на вашу реакцию. Прошу прощения. Ага. Вот оно что. Документы в порядке. Добро пожаловать на Рито. Добро пожаловать на Рито. Куда теперь пойдем? Инспекция по делам чужеземцев. Даже такое есть. Здесь только проверяют разрешение на въезд. Если хотите остаться на Рито, то нужно зарегистрироваться в инспекции. А, очень строго. Как все и говорили. Да. Ну, если уж иностранцев в Инадзуме называют не иначе, как чужеземцы... Как видно из названия, в Инадзуме с указом Сококу иностранцев не очень приветствуют. Ага. Гайдины. Даже на Рито, где создали поселение для чужеземцев... Но, да, нам все равно, нужно двигаться вперед. Во-привет. Мне нравится твой настрой. Думаю, мы с тобой поладим. Ладно, пошли в инспекцию. Мы с тобой, братишка, поладим, когда я тебя выбью. Вот тогда мы с тобой точно поладим. Большинство из этих правил были установлены администрацией Рито, комиссией Кандзо. Комиссией Кандзо? Да, это одна из трех комиссий Инадзума. Она отвечает за приумножение богатства страны и его управления. Эм, вы че, правда не слышали? Ну, как бы, получается, что нет. Так, ну мы вообще, Кадзухой, здесь не палимся. Вот прям вообще-вообще не палимся. Все хорошо. Но как же, блин, ну и правда, он вписывается сюда просто идеально. Он вписывается сюда просто отлично. Да, сначала был созд... Сначала бог Инадзумы создал Кадзуху, а потом по его образу и подобию создал уже остальную часть локации, остальную Инадзуму. Юрика. Инспектор Юрика. Вы ведь получили разрешение на въезд, да? Нужно разрешение на проживание. Так, два человека? Да, пожалуйста. И побыстрее. Неси. Хорошо. Пошли на заоформление два миллиона море. Два миллиона за оформление? Серьезно? Все верно. Миллион человека. Итого два миллиона. Не беспокойтесь. Я все правильно посчитала. А я кошелёк дома забыл. Да не в подсчёте дела. Я поддерживаю Паймашу. Полностью. Эти двое мои друзья. Думаю, моё лицо вам знакомо. А, господин Тома, это вы. Для ваших друзей 400 тысяч будет достаточно. Эээ. Нифига себе скидка. Огромное вам спасибо, госпожа Юрика. Но это ведь всего лишь пошлина. Думаю, если я за них заплачу, то... 600 моры должно хватить. А я приглашу вас на обед. Как думаете? Эээм. Сторговаться... За два... С двух миллионов до шестиста моры, плюс обед? Этого парнишу нужно познакомить с дедом. Как можно скорее. Так торговаться нельзя? Конечно, цену надо снижать, но... Хорошо, как скажете, господин Тома. Я сделаю запись о регистрации. Понятно. Большое спасибо. 600 моры. Вместо двух миллионов. Хорошая скидка. Прошение вида на жительство в инспекции по делам. Ага, прошло успешно. Спасибо. Чего? От двух миллионов до шестисот... Ты... До шестисот тысяч? Люди здесь явно как-то не так относятся к деньгам. Да, и кажется, дело здесь вообще не в деньгах. На самом деле, все очень просто. Пошлина за оформление – это лишь фигура речи. В инспекции считают пошлину своим заработком. Вопрос только в том, сколько они смогут выбить. Так что, если вдруг им попадется в лапы какой-нибудь несчастный иностранный купец, который не может за себя постоять, то он останется без штанов, мы поняли. Они из него все вытрясут! Верно. В такие моменты очень важно заручиться поддержкой местного друга. Ага, которому нужно тоже отстегнуть немножко. Это чистой воды притеснений иностранцев. Да-да-да, просто шестисот моры. Да-да-да. Так и возникла Международная Торговая Ассоциация. Так ее сами иностранцы создали? Да. И она не только продвигает коммерческие интересы, но и предоставляет иностранцам, которые пытаются выжить в Инадзуме, помощь, поддержку и организацию. Можно сказать, что это ассоциация, которая в равной степени посвящена и искусству торговли, и навыкам выживания. Мгм. А как встретиться-то с ними? Эм, похоже, что для иностранцев Инадзуме просто выжить. Это уже достижение. Понятно. Так вот, какова истинная цель вашего визита? Да уж, для иностранцев это несколько грандиозная цель. Все-таки, Сягун Райден. Она величайшая и почтеннейшая во всей Инадзуме. Она богиня. Правящая на недосягаемой высоте. А остальные могут лишь взирать на нее сверху вниз... Снизу вверх, простите. Я все равно найду способ. Я хотел сказать, что в этом мире невозможно предугадать, кого ты встретишь. Кто знает, может быть, однажды ты столкнешься с Сягуном Райден, прогуливаясь после обеда. И какова вероятность такой встречи? Ну, с дедом-то нам повезло. Ладно, скажу прямо. Я знаю способ познакомить тебя с Сягуном Райден. А. Правда? А у авторитета с Рита и такие связи есть. Привет тем, кто к нам только-только подошел. Если мобилизировать все мои ресурсы, то способ найдется. Но перед этим... Связи. Это очень дорогой товар. Понимаете? Эм, двести моры и яблочко. Это, пожалуй, все, что мы на данный момент можем тебе предложить. И ты туда же! Не-не, за этот товар платить морой не надо. На самом деле, вам вообще платить не придется. Просто, если хочешь получить желаемое, то сначала надо помочь другим людям решить их проблемы. Мой принцип в подобных ситуациях постараться, чтобы все были довольны. Очень красиво рассказываешь. Паймон, поняла. Ты посредник. И торгуешь услугами, чтобы все были тебе должны. Да, так к успеху он и пришел. У меня такое ощущение, что вы меня теперь считаете за афериста какого-то. Ай, неважно. Дело такое. Как я уже говорил, члены Международной торговой ассоциации постоянно борются за выживание. В последнее время ситуация становится все хуже и хуже. Поэтому, просто идите и посмотрите, не сможете ли вы чем-нибудь помочь. Главу ассоциации зовут Курису. Он мой хороший друг. Поговорите с ним, а я буду ждать вас здесь. Куру-куру-курусу. Ага, я понял. Вспоминаются скалолазки сразу. Обратиться в Международную. Так, обратиться-то мы обратимся. Но, ребят, сделаем это после небольшого перерыва. Буквально 5 минут, и мы продолжим.